всем привет мне попросили сказать что я думаю о лечении экологических больных во время пандемии к вид ну думаю я наверное не очень правильно не очень много потому что некогда но и я не являюсь эпидемиологом вирусолога микробиологом инфекционистом но оценивая то что нам предлагают сейчас автор различных рекомендаций и люди которые столкнулись этой пандемии раньше нас я могу сказать о том какие внутренние выводы мы сделали из этой всей истории для себя на предстоящие пару-тройку месяцев как же лечить наших пациентов онкологических в к вид время ну первое мы и раньше всегда говорили о том что не надо ничего лишнего но теперь это становится не просто благим пожеланиям но и жизненной необходимостью никакого лишнего лечения никаких лишних pet никаких лишних обследований которые приведут человека системы здравоохранения где он может столкнуться с этим вирусом и заболеть или заразить своих близких мы точно знаем что онкологических больных шанс осложнений от к вида больше чем у людей без онкологического диагноза также мы знаем что скорее всего пациенты с онкологическим заболеванием цепляют к вид легче чем чем обычные люди об этом есть какие-то первые данные с китая и мы все это очень опасаемся мы знаем что наша система здравоохранения перегружена лишними движениями лишние анализы лишние планы обследования перед операциями перед выполнением химиотерапии и так далее все это нужно соблюсти многочисленные требования и быть и не нарушить сотни страничные приказы регулирующих органов и вот сейчас мы все это радостно отменяем и говорим что ничего этого ничего лишнего не нужно иногда это касается не только обследование лечения есть ситуации при которых и лечение не надо торопиться начинать немедленно я много раз приводил в каких-то своих текстах примеры такого например мало агрессивный небольшой рак предстательной железы вполне себе может ждать пока закончится карантин конь дня не агрессивная лимфома иногда может ждать вполне пока закончится карантин и много-много всего другого иногда лечение можно и прервать если дополнительная польза от него маленькая риски заражения при столкновении с системой здравоохранения большие но самое главное что все это нужно конечно же обсуждать своим онкологом или гематологом и очень тщательно взвешивать все риски и пользу от этих действий надо беречься медицинским работникам потому что огромная проблема сейчас в очагах пандемии заключается в выбытии медицинских работников хотел сказать из легального оборота но скажу просто из работы потому что мы понимаем что система и наша в том числе работала на таком пределе что зачастую выбытие одного врача или медсестры полностью останавливает весь процесс и заменить неким и человек когда вы был сам скорее всего после него выбывает и другие сотрудники и все это вплоть до полной остановки работы медицинского учреждения медицинской организации с другой стороны наверное тоже над суммой относиться к средствам индивидуальной защиты вот эти все истории про писать в памперсы в тайвике да и не знаю они у меня вызывают некоторую такой немножко ну осторожный скепсис почему не организовать процесс по-другому насколько нужен этот тайвик почему в британии все работают в каких-то разовых полиэтиленовых передних когда у нас не только у нас конечно нужно обязательно писать памперс ставики я не утверждаю что это абсолютно неправильно у нас просто нет данных я прекрасно понимаю что возможно потом окажется что так и надо было делать но вот лично у меня это вызывает некоторые некоторые неприятия сейчас не хочу никого обидеть из тех кто попал в эту дурацкую ситуацию вот и опять таки относясь с умом к средствам индивидуальной защиты надо понимать что защищает врача все-таки прежде всего наверное не скафандр правильно организация процессов которые надо работать я сейчас вижу зачастую что эти процессы хорошо организованы в больницах где собираются больные с к видом но всех остальных медицинских учреждениях нету даже иногда элементарных мер предосторожности таких как скрининг симптомов у пациентов которые туда приходят поэтому беречь себя это означает беречь себя беречь своих родных и своих пациентов то есть защищая себя мы прежде всего защищаем и своих пациентов тоже то что сейчас конечно же скорее всего самая большая точка с по стране это инфекция именно медицинские учреждения которые не закрыть и в которой собираются повышенная группа риска таких пациентов поддерживающая терапия ну здесь наоборот тенденция если мы говорим что лишнее обследование лишнее лечение не нужно то вот в плане поддерживающей терапии тут наверное наоборот нужна подстраховка где-то даже лишнее использование поддерживающей терапии например факторов роста которые позволяют время проведения химиотерапии не проваливать анализы крови не усугублять и без того присутствующий иммунный дефицит у наших онкопациентов да и таким образом чтобы они не заболевали не попадали в больницы и не были под повышенным риском заболеть вот этой новой коронавирус инфекции и также все другие возможные лекарства для поддерживающей терапии которые не позволят пациенту оказаться больничной койки на такие самые сильные противорвотные использование эритропоэтинов чтобы не было нужды в переливании может быть даже где-то профилактических антибиотиков конечно все это решается индивидуально но основная цель сделать так чтобы человек поменьше сталкивался с здравоохранением что еще мы знаем что зачастую некоторые схемы химиотерапии тоже для химиотерапевтов можно заменить можно заменить таблеточными формами и даже если их полностью нельзя заменить таблеточной форме иногда табличной форм помогают просто уменьшить количество визитов пациентов клинику что тоже безусловно снижает риски ну конечно с каждым пациентом надо проговорить риски коронавирусной инфекции сейчас полно людей которые не верят или не хотят верить и не принимают то что наша жизнь на ближайшие несколько месяцев изменилась достаточно сильно и там отрицают наличие этой инфекции не очень правильно понимают как профилактировать заражение у себя и родственников и конечно не важно кто-то онколог или косметолог с каждым пациентом надо проговаривать все меры которые сейчас необходимо принимать каждому пациенту наверное немножко забыл сказать о палатах размещения пациентов тут я понимаю что большинство из коллег не может ничего регулировать если у тебя есть шестиместная палата и 10 человек да то там либо 10 человек в палате либо четыре человека в коридоре ничего затем не сделаешь но тем не менее наверное какие-то меры могут быть приняты для того чтобы как-то изолировать людей даже там такие простые как например шторки на потолке да когда ты можешь каждое койко место отделить такой шторкой и конечно же это не делает риски нулевыми но наверное как-то их снижает хотя опять-таки нет никаких исследований об этом но где-то какая-то обычная бытовая логика зачастую неплохо помогает справляться с обстановкой хотя конечно потом всем нам будет очень интересно прочитать какие меры сработали а какие оказались совершенно бесполезными всем здоровья терпения крепких нервов пока